Привет! Сегодня к нам в руки попал насос гидроусилителя. Как деталь для автомобиля он уже свое отслужил, а вот сделать из него нечто экстраординарное мы попытаемся. Для начала его нужно отмыть от грязи, масла и ржавчины. Откручиваем все болты и разбираем. Складываем все в небольшую емкость, заливаем растворителем. И смазываем кисточкой. Оставляем на 15 минут и выкладываем на бумагу. И теперь, используя разные зачистные насадки, избавляемся от налета, с которым растворитель не справился. Используем гравер, чтобы зачистить мелкие отверстия. Используем кисточку. Юного телефона только отполировать каждую деталь. Для защиты металла от коррозии мы выбрали прозрачный лак. Одного слоя будет достаточно. Кстати, такой лак высыхает буквально за 15 минут на солнышке. Болты тоже могут заржаветь, поэтому немного чистим. Горелкой нагреваем до красновато-розового оттенка и бросаем в льняное масло. И вот теперь все детали очищены и готовы к сборке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Специально для этого видео мы купили латунный лист. Стоимость такого листа 400 гривен за килограмм. В рублях это 1100. Прикладываем одну из деталей и обводим контур. Сверлим три отверстия. Вооружаемся лобзиком с насадкой для металла и вырезаем по контуру. И вот что у нас получилось. Затем используем очистную насадку. А после для полировки. Также мы вырезали две квадратные пластины, которые точно также обработали. Теперь нам нужно сделать подставку для всей конструкции. Берем доску и отрезаем нужный нам размер. Обжигаем горелкой. И покрываем лаком. И вот теперь все готово к сборке. За кадром мы нарезали несколько медных трубок и сделали пружину. А также собрали трубы, которые просто необходимы в нашей задумке. Сначала закручиваем первую часть труб, затем ставим на подставку. Далее короткие медные трубки. Наша латунная пластина. И все это затягиваем. И только после этого ставим вторую часть труб. Еще мы добавили вот такие манометры без корпуса. По-моему они отлично смотрятся. Теперь берем ролики. Сверху кладем латунный круг и прикручиваем к доске. Сверху кладем латунный круг. Простой провод. Протягиваем сквозь трубы. И перекручиваем патрон. Еще для провода нам понадобится пружина из медной трубки. Накручиваем вокруг трубы нужного диаметра. И теперь притягиваем через нее провод. Музыка. 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 Еще мы сделали вот такую вот пластину с названием нашего канала. Которую тоже прикручиваем. Она нам понадобится, чтобы направить провод и закрепить его снизу. Музыка. Музыка. Ставим еще одну пружину в двух отверстиях. а другую более маленькую сбоку осталось лишь собрать каркас для самой лампы достаем лампу и вкручиваем на место и как вишенка на торте старинная монета два дня поиска и подготовки мелких деталей и материала более трех дней работы не все шло гладко как мы хотели но в итоге мы это сделали и рады с удовольствием представить это тебе, дорогой зритель спасибо, что смотришь не забывай о подписке, чтобы не пропустить следующие видео надолго не прощаюсь, скоро увидимся надолго не прощаюсь, скоро увидимся, скоро увидимся, скоро увидимся, скоро увидимся удачи